Кривошеев Максим Владимирович, Ходяков Михаил Викторович. История России. Конспект лекций. Тема первая. Происхождение славян, восточные славяне и их соседи. Параграф первый. Про родина славян. Происхождение древнейших славян классической наука относит к эпохе европейского неолита, когда на территории Центральной и Восточной Европы в IX середине V тысячелетия до н.э. в условиях умеренного климатического пояса жили племена неолитических охотников и рыболовов. Этим европейским племенам соответствует археологическая линейно-ленточная культура, названная так по оформлению керамических изделий. В последующем европейские неолитические племена подвергались нашествиям и влияниям с Востока, что привело к созданию индоевропейской общности. Индоевропейская общность сложилась, видимо, в IV-III тысячелетии до н.э. на территории Европы. И тогда же начинается дифференциация диалектных групп – романской, германской, славянской и других. Вопрос этногенеза славян чрезвычайно сложен, и однозначного ответа на него не существует. В современном славяноведении присутствуют различные концепции славянской прародины. Одна из них, так называемая «дунайская», обозначает первичным месторазвитием древних славян Дунай – Трубачев. Вторая концепция видит древних славян в составе балтославянской общности с последующим их разделением в Железном веке на балтов и славян – шахматов, топоров. В одном эти концепции схожи. Прославяне в начале своей истории выступали мигрантами, то есть перемещались. Напротив, Седов решает эту проблему, исходя из факта автохтонности, постоянного пребывания древних славян на той или иной территории. Его выводы свидетельствуют, что формирование славян происходит в первом тысячелетии до н.э. в Повисленье. Наконец, Рыбаков считает, что славянская прародина представляла собой 400-километровую полосу на 1500 км, протянувшуюся от Центральной до Восточной Европы, от Эльбы до Днепра и Дона. Основными источниками знаний о прославянском населении Древней Европы являются данные археологии, лингвистики и фольклора. Однако эти данные создают противоречивую, зачастую взаимоисключающую картину. Письменные же сведения о славянах появляются лишь в первые века новой эры, когда славяне стали уже единой этноязыковой общностью. Славяне – это самоназвание, произошедшее от термина «слово», Называя себя так, славяне противопоставляли себя окружающим этносам, которые стали называться «немцы», то есть «немые», не говорящие на языке понятным славянам. Из письменных источников известны и другие названия славян – «Венеды», «Венеты» и «Анты», но эти – имена внешнего происхождения. Так называли славян их соседи. Источники фиксируют, что у славян в первой половине первого тысячелетия нашей эры, несмотря на их разные названия, существовали один язык, одни верования и обычаи. Параграф 2. Славяне и великое переселение народов. Славяне, как и многие другие европейские народы, в середине первого тысячелетия нашей эры, были вовлечены в водоворот великого переселения народов, связанного со столкновением европейского оседлого населения и азиатских кочевников. Впрочем, еще до азиатов-гуннов возмутителями спокойствия выступили европейцы-северяне – германские племена готтов. В III веке до н.э., продвигаясь по бережью Балтийского моря и по Вислення к Днепру, Дону и Дунаю, они закрепились в Причерноморье, совершая набеги и на Азию. Во второй половине III века, по сообщению готского историка Йордана, существовало единое мощное готское объединение – держава Германариха, состоявшее не только из, собственно, готских племен, но и из славянских и финских. Именно Йордан подразделил славянно-антов, венедов, скловенов. В 70-е годы IV века кочевые племена гуннов перешли Дон и победы над Остготами открыли новый период всемирной истории – вторжение в Европу азиатских орд. Кочуя в IV-V веках между Волгой и Дунаем, они в последующем оставались в среднем течении Дуная и оттуда стали совершать набеги на различные территории – от Франции до Константинополя. В последующие столетия место гуннов занимали авары, угры, хазары. Начиная с VI века прослеживалась большая военная активность и славян, особенно на Балканах, где они завоевали три четверти византийских владений. Славяне также расселились на территории Прибалтики, Средиземноморья, Приднепровья и в VII-VIII веках стали четко выделяться три ветви славян – южная, западная и восточная. Восточные славяне занимали территории от Карпатских гор до Днепра и Дона и до озера Ильмень. Параграф 3. Восточные славяне и их соседи Древнейшая русская летопись «Повесть временных лет», составленная монахом Нестором, сообщает нам название восточнославянских племенных союзов. Поляне, жившие в Среднем, Поднепровье, и их ближайшие соседи – древляне, которые поселились в болотистом и лесистом Припятском полесье. Севернее полян жили северяне. По берегам озера Ильмень расселились славяне-ильменские. Между Припятью и западной Двиной жили дриговичи и кривичи. Последние со временем распались на кривичей смоленских, полоцких и псковских. Вдоль рек Сош и Ака распространились, соответственно, Радимичи и Вятичи. На побережье Черного моря поселились Уличи и Тиверцы. Археологические находки подтвердили верность географических указаний Нестора. Систематизация найденных предметов материальной культуры, главным образом женских височных колец, имеющих свою племенную специфику, помогла определить ареал расселения того или иного восточнославянского племени. Расселяясь по обширному пространству Восточной Европейской равнины, восточные славяне сталкивались с пришедшими или уже жившими здесь народностями. Военные противостояния с ними чередовались периодами мира и торговыми отношениями. Происходили взаимодействия, синтез культур, а также процесс ассимиляции. Славяне как бы поглощали эти народы, но менялись и сами, обогащая язык, приобретая новые навыки, новые элементы быта. К числу таких народностей и соседей можно отнести Балтов, занимавших территорию от Балтики до истока реки Москва. Районы северо-востока были населены финно-уграми, а на юге издавна обитали ираноязычные племена, потомки сарматов. В VII веке вокруг места расселения восточных славян возникают некоторые раннегосударственные образования. Так тюркоязычные болгары создали в среднем течении Волги и на Нижней Каме государство Булгарию. Отношения с ним были в основном мирные, торговые, но по мере создания государственных институтов у самих славян стали возникать и военные конфликты. Сложнее складывались отношения с хазарским Каганатом, который охватывал огромные территории Северного Кавказа, Нижнего Поволжья, Северного Причерноморья и частично Крыма. Воинственные хазары со второй половины VII века стали теснить болгар и представлять серьезную опасность для славянских племен. Часть из них, по свидетельству летописи, должна была выплачивать дань хазарам вплоть до X века, когда хазария подверглась сокрушительному разгрому со стороны Святослава Игоревича. Остатки хазар сами стали данниками русских земель, а степное пограничье заняли, соответственно, печенеги, торки и с середины XI века половцы, с которыми Русь враждовала и мирилась почти два столетия. Грозную опасность для восточных славян представляли и большие отряды завоевателей с севера-запада. Земля скандинавского полуострова была малоплодородной, и это заставляло их вторгаться в Европу в поисках наживы. Там их называли норманнами, а на Руси варягами. Само название «варяги» индоевропейское и означает «людей, живущих у моря». Пик варяжских набегов на Русь приходится на IX век. Именно в это время, а точнее в 862 году, по свидетельству летописца, племена Чуть, славяне, кривичи и Весь обратились к варягам. «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет». «Приходите княжить и владеть нами». По приглашению прибыли три князя – Рюрик, Синеус и Трувор со своими родами. Рюрик стал править в Новгороде, Синеус – на Белом озере, а Трувор – в Изборске. Рюрик таким образом не только положил начало княжеской династии, просуществовавшей в России до конца XVI века, но и дал пищу для развернувшейся с XVIII века дискуссии, связанной с ролью варягов на Руси. Дискуссия родила нормандскую проблему, у истоков которой стояли с одной стороны Байер, Миллер, Шлетцер, отрицавшие способность восточных славян создать государственность, с другой – Ломоносов, который аргументированно им возражал. Современная наука признает, что факт приглашения варягов имел место, но преувеличивать или преуменьшать их роль в отечественной истории ошибочно. Варяги не привнесли на Русь государственности, которая зарождалась и возревала в недрах восточнославянского общества. Самыми многосторонними и сложными были отношения восточных славян с Византией. Славяне и воевали, и торговали с ней, причем зачастую торговый договор заключался подвоенным нажимом, как это произошло при князьях Олеге в 911 году и Игоре в 944 году. Кроме того, в Византии часто служили славянские наемники. Ну и, конечно, нельзя недооценивать то мировоззренческое и культурное влияние, которое оказало на Русь принятие православного христианства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok